Будешь? Конечно, будет. Пока Зохан увлечен едой, Полина выбирает правильные ракурсы и удачную композицию. Эта фотография не для личного альбома. Ее девушка размещает в Инстаграм. Причем не на свою страницу, а в собственном аккаунте ее питомца. Сегодня снимали сюжет о пушистом логе Красноярска. Вот один из них. И хэштеги «Енот», «Любовь», «Зоша», «Енот», «Милота», «Красноярск». Все. Поделиться. Ну, вот первые два лайка. Фотовспышки сопровождают Зоха навсюду. Дома, на прогулках, за игрой, хулиганствами. Полина всегда питала симпатию к енотам. Мечта сбылась три года назад. У нее появился тот жутко активный и забавный зверь. Девушка разместила в интернете его первую фотокарточку и поняла, людям нравится. У пушистого блогера уже 1200 подписчиков. Это в три раза больше, чем у хозяйки и среднестатистического пользователя. Просто вообще очень животных люблю. Я люблю смотреть других животных, милых. И собачек, и кошечек. Мне это нравится, поэтому и другим людям выкладываю. Тоже следует комментарии пишут нам. И в личку нам пишут, что он очень милый, что вы хороший, выкладывайте больше. Спрашивают другие пользователи, которые только завели, как нам с ним лучше первое время, что кормить и прочее. Ну, как бы, мне кажется, маленько все-таки это полезно. Сидеть, сидеть. Давай, попозируй немножко доход. До инстаграма подписчики ждут тебя. Давай. А ждут Декстера уже почти 5000 поклонников. Среди них не только двуногие, но и другие четвероногие блогеры из разных стран. Подписчиков не накручивает, уверяет Евгений, хозяин известного в городе Самоеда. Секрет популярности прост. Хвостатый растет в семье фотографов. Ему на роду написано быть моделью. 6 мая 2016 года я появился на свет со своими пятью сестренками. С тех пор прошло два года. Это не первое телевизионное интервью Декстера. На съемках старался не показывать волнения, про эмоции рассказал позже своим подписчикам. Моя жесточайшая мимика на съемках для телеканала Енисей. Признаться, ребята, я растерялся на съемках и зашелся лаем от волнения. Зооблогеры уверяют, у них повседневных забот хватает, однако на ведение страничек время найдут всегда. Таким образом, они делятся добром с окружающими. Хотелось бы взглянуть на мир с точки зрения собаки. А поскольку он добряк, очень любит детей, совершенно безобидная порода. Поэтому мы с ним хорошо дружим. Это животные, они всегда правдивые, они никогда не врут. И людям они больше нравятся, чем другие люди. Я думаю, так. Мировая тенденция вести аккаунты с лица своего домашнего питомца в России продолжает набирать популярность. Свои страницы есть у шуншилл, попугаев, хрюшек и ежиков. А когда мы смотрим животных, что у нас происходит внутри? Мы чувствуем умиление. Нам хорошо, нам не хватает добрых картинок, нам не хватает тепла, мы загружены работой, мы ездим в агрессивной среде по дороге, мы работаем в маленьких офисах. Это все психологически давит. Плюс другой момент. Не у каждого есть возможность завести животное. Сейчас. И подменой выступает как раз просмотр в соцсетях. Ты вроде как эмоционально вовлекся в эту ситуацию и получил, по сути, хоть не такую же стопроцентную эмоцию, но близкую к такой, что если бы ты сел и погладил своего кошачоночка сам. Бьют рекорды популярности и заставляют следить за каждым своим шагом. Одни зооблогеры выставляют на показ своих пушистых для души, другие зарабатывают на этом большие деньги. Одно неизменно. Пока подписчики получают от таких публикаций радость и эстетическое наслаждение, добрые и креативные аккаунты животных всегда будут в топе. Не удержались и подписались на всех пушистых блогеров Екатерина Пищальникова, Денис Шабанов и Артём Иванов.